импортозамещение удалось вы говорите вместе с медведевым и теперь зерновые растут это повышается по оловью курять все прекрасно отличные построения только с фактами расходятся на это или на прошлой неделе запретила российской федерации экспорт твердых зерновых при рекордном урожае как то это не похоже на эффективные поступки импортозамещения вам не кажется дело в том что все ваши вот эти курицы несушки там быки производители джандиры собирающие рекордный урожай зерновых это все зарубежные на зарубежной основе понимаете импортозамещение это ну попытка развернуть историю вспять не просто так специализация пошла глобализация вообще потому что да когда-то эксперименты проводили там брали эту английскую булавку если один человек делает она режет проволоку сгибает за насаживаю на головку то он там делает за час 100 штук а если возьмете 10 человек которые один рубая другой там сгибает третье эти головки насаживаю за счет вы сделаете там 10000 штук не просто так распределение идет труда по всему миру в тайване на тайване выращиваются эти кристаллы в америке разрабатываются технологии в этом я знаю япония производится непосредственно сам там компьютер фотоаппарат в китае тут не надо догадываться о чем-то почему я в принципе оптимистичен по поводу того как украина закончит эту войну с россией потому что россия при том что да тоталитарный строй уже диктатура тоталитаризм это уже не авторитаризм конечно быстрее принятие решений все перед все заводы на военную промышленность отлично вот уже два года вы шпарите проблема в том что вы можете на этом заводе делать только т-80 и 90 все про армата уже даже никто не говорит одетом она диана там разит нас украинские вооруженные силы это ваша армата не видать еще то никак как и су-57 вот этот легендарный с такой невидимости что его еще никто не видел у нас же в этом смысле конечно у нас я имею ввиду украины просто как одна маленькая часть этого западного мира уже слава богу западного а не отрыжка бы российской федерации российской империи советского союза кто-то дал атакамцы где-то разрабатывается там старлинки между прочим мы пользуемся старлинком я сейчас разговариваю с вами благодаря старлинку ну то есть связь у нас с интернетом это старлинк илона маска который украину по моему не сильно то и любит но технология его у нас есть а у вас нет атакамцы кассетные боеприпасы патриоты у вас есть что-то подобное сейчас f16 придет это пару месяцев осталось а есть надежда что может даже в этом месяце в следующем уже будет понимаете вы можете наращивать это производство до усерачки но вы произведете вместо 5 ты 90 10 ты 90 и а у нас будет там я не знаю джавелин хаймерс джиллсдб западный нам его дают потому что как бы чтобы эту бешеного пса в виде российской федерации приструнить и вы можете там импортозамещать вплоть до лаптей березовый сок в лапте про пара валюты вы говорите ну про это же не то что там гипотетически какие-то строю построения уже прямо сейчас через семь дней до 24 декабря с 1 января центральный банк российской федерации имеет право блокировать на 6 месяцев тех кто пытается купить валюту понижать тем самым курс рубля ну понимаете сейчас уже прямо сейчас люди в россии покупают слитки золоту по одному там 25 грамм вменяемые россияне понимают что в валюте российской как здесь тут я написал еще в пятнадцатом помоле в шестнадцатом году такой афоризм если изъятую за ненадобности букву ять поставить на папа получится символ столь же цены российской валюты рубля знаете да как символ рубля выглядит меняемые люди это уже все поймать и они уже сейчас это дело скупают золото но это же не гарантия что сначала изымать будут валюты потом будут изымать золото потом посадят вас на облигации ну то есть в зависимости от того сколько продержится ваша вот эта власть сколько вы будете еще топать в это не в пропасть нет в болото то есть вы будете нормально себе жить пить березовый сок с мякотью и радоваться тому что вы самые великие также как северная корея радуется что она чемпионат мира по футбору выиграла и на солнце высадилось вы будете счастливы как мы были счастливы в советском союзе какой она замечает нам повезло что мы живем в советском союзе такой замечательной стране ну когда дети были когда как бы другу других источников информации не было как остальной мир живет и вы будете жить счастливо в своем болоте попиваю березовый сок с мякотью импортозамещенный